Эфир национального телевидения Как им и жителям Чуваши узнавать новости родного региона, о сервисе, который позволяет смотреть нас и наши программы, сегодня по существу. Поговорим с директором компании «Мегафон» в Чувашской республике Михаилом Русиновым. Михаил, здравствуйте. Да, Ирина, добрый день. Михаил, вы, наверное, как человек современный, не так много проводите времени возле телевизора. Как удается быть в курсе новостей и узнавать новости Чуваши и России? Пользуетесь приложением «Мегафон ТВ»? Да, вы правы. На самом деле не всегда получается смотреть телевизор, поэтому я стараюсь все делать онлайн и очень часто использую приложение «Мегафон ТВ». И вот сейчас национальное телевидение включено в пакет данного приложения, и это позволяет мне смотреть новости республики, мои любимые программы и так далее. Угу. Значит, вы можете нам рассказать о всех фишках этого приложения и как официальное лицо, ну и как пользователь со стажем. Правильно я понимаю? Ну да, я пользуюсь этим приложением каждый день. Я уже говорил о том, что это очень удобно всегда посмотреть последние новости, последнюю информацию, какие-то развлекательные передачи. И «Мегафон ТВ» представляет из себя целый онлайн кинотеатр, целый развлекательный центр, где сосредоточены и фильмы, и сериалы, и каналы на любой вкус. Ну, каждый найдет себе там что-то интересное. Почему решили национальное телевидение включить в пакет? И получилось, что регионально, наряду с федеральными, можно смотреть «Мегафон ТВ». 15 апреля в республике отключили аналоговое вещание, и мы решили позаботиться о тех людях, которые хотят продолжить смотреть национальное телевидение в любое время, в любом месте, где им удобно. И поэтому мы включили национальное телевидение во все пакеты приложения «Мегафон ТВ», и платные, и бесплатные. Можете подробнее о сервисе рассказать? Как им пользоваться? Как туда вступить для тех, кто еще не знает, что это такое? Пользоваться сервисом абсолютно просто. Нужно скачать приложение «Мегафон ТВ» на любое устройство, которое у вас есть. Это может быть смарт-ТВ, это может быть планшет, это может быть мобильный телефон или компьютер. И пройти небольшую регистрацию, если вы первый раз используете данное приложение. И затем просто начать пользоваться. Для тех, кто пользуется «Мегафон ТВ» с мобильных устройств, в Республике прекрасное покрытие ЛТЕ. Тем более пришли недавно данные по замерам скорости в Республике, и мы снова лидеры. Средняя скорость у нас в сети ЛТЕ около 39 мегабит в секунду. Этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно смотреть все передачи, все фильмы онлайн. Ну а для тех, кто, например, бывает в командировках, бывает в каких-то поездках, где не всегда доступен интернет. Любой контент в данном приложении можно скачать себе на устройство и смотреть без доступа в интернет. Более того, сервисом «Мегафон ТВ» могут пользоваться не только абоненты компании «Мегафон», а также абоненты других операторов. Все, что нужно, это просто зарегистрироваться единоразово и дальше выбрать полюбившийся пакет. На ваш взгляд, насколько сервис удобен? И есть какие-то фишки, которые помогают искать нужный фильм или нужное телевидение, что хочешь посмотреть? Да, фишки есть. Все очень удобно сгруппировано по темам. Каналы, например, с кино, с фильмами, с сериалами, они сгруппированы в отдельные пакеты. Бесплатные телеканалы сгруппированы тоже в отдельный пакет. Есть, допустим, отдельный пакет для любителей только российских сериалов. Есть отдельный контент для любителей зарубежных сериалов и фильмов. Поэтому искать и ориентироваться в самом приложении очень легко. Там интуитивно понятный интерфейс, а понравившиеся какие-то фильмы или телепередачи можно добавить в меню «Избранное» и очень быстро получать к ним доступ. А вы каким пакетом пользуетесь? У вас что подключено? У меня тариф подразумевает уже включенные в себя бесплатные каналы плюс дополнительные каналы в разрешении HD. У меня включен пакет с иностранными и с русскими сериалами. Поэтому, например, это дало мне возможность смотреть «Игру престолов» одновременно с премьерой. И я все смотрел онлайн. Но и есть у меня еще доступ к российским и отечественным фильмам. Это все включено в мой пакет «Включайся, смотри». Еще там есть раздел рекомендации. То есть программа сама анализирует тот контент, который вы просмотрели, и подбирает персональные рекомендации именно для вас. Это как контекстная реклама, только тут предоставляет, что уже смотрено ранее. Раз мы начали с национального телевидения, можете сказать, какие вы программы смотрите? Я в основном смотрю «Актуальные новости республики». Естественно, программа «Цифровой код». Ну и вот последнее время я еще смотрел все выпуски, которые посвящены Дню Города. Ну и наверняка вы посмотрите еще наше с вами интервью. Да, это обязательно. Благодарю вас за интересную беседу. У меня, кстати, приложение «Мегафон ТВ» скачано. Я начинающий пользователь после сегодняшней беседы. Я думаю, еще лучше буду в нем разбираться и им пользоваться. А я напомню, что сегодня в программе «По существу» мы беседовали с директором компании «Мегафон» в Чувашской республике Михаилом Русиновым. Смотрите нас в эфире национального телевидения «Чувашия». Продолжение следует... Продолжение следует...